Женщину-адвоката, которой в Екатеринбургском суде пробили голову, работники суда обвинили в том, что она сама виновата в случившемся, назвав ее слишком резкой. Историей своих злоключений Валентина поделилась с журналистами информагентства УРАРУ. 20 августа этого года адвокат, придя на процесс в Ленинский районный суд Екатеринбурга, попыталась открыть входную дверь. Та с первого раза не поддалась. Женщина вновь дернула дверь на себя и в это время почувствовала сильный удар в лоб. По ее признанию, она не сразу поняла, что случилось. Только когда кровь стала заливать ей лицо, судебный пристав на входе предложил ей пройти умыться в туалетной комнате, где она в зеркале и разглядела глубокую рану. Причиной страдания адвоката стал оторвавшийся и ударивший ее по лбу дверной доводчик. Аптечки в суде не оказалось, и женщина попросила отвезти ее в больницу. Благо служебная машина председателя суда стояла у самого входа. Но служащие Ленинского суда сказали, что машин у них нет, и Валентина отправилась в травмпункт на заказанном ею же такси. Прежде чем адвокат уехала в больницу, один из приставов спросил у нее, «Женщина, зачем вы дверь сломали?» Тогда она восприняла этот вопрос как неуместную шутку. Но позже, получив отчет о результатах служебной проверки, подготовленной судебным департаментом Свердловской области, по требованию областной коллегии адвокатов, Валентина поняла, что приставы не шутили. Примерно половину этого отчета составляют показания работников Ленинского районного суда, утверждающих, что до прихода адвоката дверной доводчик был исправен. И чтобы вырвать его из дверного короба, в отчете почему-то говорится из дверного полотна, хотя по фотографии видно, что на самой двери механизм держится крепко, нужно было сильно и резко дернуть входную дверь. По результатам проверки судебный департамент решил никого из своих сотрудников дисциплинарно не наказывать, а причиной травмирования юриста считать ее собственные неосторожные действия. Ответ полученной коллегии адвокатов не только не устроил пострадавшую, но даже возмутил. Теперь Валентина думает подавать на суд в суд. Но вот какой? Цитата. Конец цитаты.